Вячеслав говорил, что на горизонте в 10 лет капитал не вырос в долларах, при этом у нас есть проект 8 долларов. Любопытно, как можно прирасти, если по статистике в нулях. Хороший вопрос. Отлично, что у нас начинается такая внутренняя интеллектуальная конкуренция внутри проекта. Ребята, вот есть принципы активного управления, я называю, даже не активного, а интеллектуального управления, и есть принципы пассивного управления. Американский рынок – это история пассивного управления до недавнего времени. То есть рынок более большой, насыщенный, больше ликвидности, больше компаний. В России эта история связана с интеллектуальным управлением. Вы могли купить акции Сбербанка, вы на российском рынке могли купить акции Яндекса, вы могли купить акции ФСК ЕС, вы могли купить акции НЛМК, вы могли купить акции Северстали, но опять те же самые экспортеры. То есть понимаете, индекс это индекс широкого рынка, то есть индекс он сглаживает абсолютно все, в том числе он не учитывает дивиденды, то есть дивидендная доходность того же самого РТС и СНП, дивидендная доходность, они там разнятся существенно. Почему я работаю на российском рынке? Потому что я считаю, что российский рынок самый дешевый. То есть опять происходят постоянные параллели и сравнения, связанные с тем, что вот в миллионе за 8 так, а вы в других местах говорите вот так. Ребят, разница смыслов. Если у меня стоит задача маленькими шагами, дополнительно, чтобы это было доступно абсолютно любому человеку с любым капиталом, даже от 1000 долларов, даже от 100 долларов в месяц, который находится на территории России, чтобы он мог начать инвестировать, получать доходность, формировать, создавать капитал. Ребята, ключевой параметр здесь – создание. Создание – это в том числе эффект базы. Это отношения, то есть когда спросили, как ты оцениваешь, дешевая компания или не дешевая, я смотрю на срок окупаемости. Вы слышали, как меняется тональность голоса человека, когда он говорит, смотрите, Intel, у него там окупаемость 6-7, наряду с высокой маржой в том числе. В России в том числе. Это в том числе создание капитала. И это совершенно другая задача – создать капитал и управлять капиталом. У меня есть деньги, у меня уже есть деньги, у меня уже есть капитал значительный. И моя задача, соответственно, в условиях неопределенности – капитал, который мною уже создан, сохранить его покупательскую способность, спать спокойно, защититься от инфляции, спокойно дождаться, когда все хлопнется вниз. И этот капитал эффективно разместить. Когда мы говорим про проект «Миллион за восемь», здесь другая задача. У меня нет капитала. Ни у одного из моих детей капитала нет. Я взял на себя функцию доверительного управляющего, которым я и являюсь, по сути. И я им создаю капитал маленькими шагами, регулярно, на длительном промежутке времени. То есть у меня есть большой мой капитал, который тоже они будут наследовать, который размещается на глобальном рынке большей части. Но создание капитала в России, капитал создается, где эффект низкой базы. Я понимаю, что я инвестировать туда буду еще следующие 15-20 лет. За 15-20 лет я считаю, что экономика России в любом случае изменится. То есть мы за это время можем упасть. Мы можем обанкротиться в том числе. У нас может измениться правительство. Каких-то компаний может и не станет. Но лампочка как горела, так и горит. И, соответственно, тот, кто является собственником электросети, по которым это электричество бежит от генерации к потребителю, он все это время, все эти 15-20 лет он будет получать свою прибавочную стоимость. В настоящий момент там в два раза выше уровня инфляции. При учете того, что на выплату дивидендов отдается менее 50% прибыли, которые компания зарабатывает. Коэффициент дивидендных выплат у того же самой ФСК составляет там в районе 0,3, по-моему. То есть вот если возвращаться к вопросу с дивидендными историями, ребята, посмотрите просто отчет той же самой ФСК. У них есть прибыль от технического присоединения, у них есть прибыль от сбыта, у них есть прибыль от переоценки. Коэффициент дивидендных выплат в настоящий момент у ФСК ЕС составляет там в районе 25-30. И даже при таком размере дивидендных выплат у него дивидендная доходность там 9% плюс. То есть если по какой-либо причине, да, там возможны, там требуются значительные капитальные затраты, но опять-таки через 10 лет, если компания будет платить, она чем меньше электроэнергии будет транспортировать. Если у нее она повысит коэффициент дивидендных выплат хотя бы до 50, то в этом случае у меня получится, что дивидендная доходность от текущих значений составит 20%. Это очень хорошо. Посмотрите ПИИ тот же самый, ФСК ЕС, сколько составляет. То есть если мы смотрим на Америку и хлопаем в ладоши, когда этот показатель составляет там 7, 8, 10. Посмотрите этот показатель на ФСК ЕС, сколько он составляет. Посмотрите показатель цена ПИН ЕС, цена продажи. Посмотрите, посмотрите, ребята. ФСК валовая выручка больше ее капитализации. Посмотрите цена балансовой стоимости, сколько составляет. Поэтому получается, смотрите, вопрос в чем заключается. Для сохранения капитала и использования возможности нужно использовать глобальный рынок, и это нормально. В проекте миллион за восемь одно другому не противоречит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова